Обучалка на горизонт На принципы постоянной прогрессии нагрузок в горизонте То есть вы начинаете уже из самого простого уровня И заканчиваете уже самим горизонтом Ноги врозь Давайте приступим к самому обучению И первое о чем нужно поговорить Это какая база нужна для изучения данного элемента Вам достаточно уметь отжиматься там от пола Либо набрусив там 20-30 раз И скажу, что к обучению можно приступать в любом уровне Даже если у вас нету в принципе подходящей базы То есть там не умеете даже 20 раз отжиматься Вы уже можете учить этот элемент В процессе этого обучения вы обретете нужные силы Для изучения исполнения этого элемента Итак, как я сказал в начале этого ролика Начинать обучение горизонта Мы будем с самой простой его вариацией А именно планки для горизонта Что это такое? Это вот подобное положение Когда вы выводите, переводите вес своего тела вперед И задерживаетесь в таком положении Для начала нужно задержаться Ну хотя бы на 5-8 секунд Как минимум Если у вас не получается для начала задержаться Даже на секунду в этом положении Либо на пару секунд То делайте закачку для этой планки Для горизонта Именно накаты в это положение И с подобной закачкой У вас в любом случае получится уже удержать Вот эту планку Ну хотя бы там 5-8 секунд Если у вас это получилось То переходим к следующей прогрессии Которая вот немножко сложнее Следующая прогрессия Это либо закрытый горизонт Либо полузакрытый горизонт Зависимо от того На что у вас в данный момент хватает сил Желательно уже делать полузакрытый горизонт Он немножко сложнее Вот то есть полузакрытый Это по сути то же самое Что закрытый Но ноги там немножко уже выпрямлены И вы уже наближаетесь К самому исполнению горизонта После того, как вы научились делать эти варианты Ну хотя бы тоже там по 8 секунд как минимум переходите логично к еще одному усложнению вывод с подобного положения в горизонт ноги врозь, вы должны спокойно выводить себя с полузакрытого горизонта в горизонт ноги врозь ну хотя бы там пару раз за один подход и с каким-то хотя бы минимальным удержанием в горизонте ноги врозь и после этого уже переходим к еще одному усложнению это уже сам горизонт ноги врозь но конечно изначально это будет не очень хорошая техника, вам позволено конечно изначально делать этот горизонт Вы относительно плохой техники, это нормально Сейчас вам главное просто научиться фиксировать вот этот горизонт на длительное время Чем дольше, тем лучше И потом, когда вы уже научитесь хотя бы 10 секунд в подобном положении плохой горизонт держать У вас уже это само начнет получаться Вы начнете понимать вообще, где вы находитесь, как задействовать мышцы Чтобы выпрямить уже идеальный хороший горизонт ноги в рост Это была прогрессия самого горизонта То есть вам нужно дойти с самого минимального уровня до самого высокого Сейчас поговорим о заходах, какие есть заходы на горизонт Есть три вообще основных захода, которые чаще всего используются И которые стоит использовать новичкам Первый заход это подъем, обычное раскрытие с какого-то полузакрытого горизонта и так далее Ну то есть когда вы на брусьях просто стоите, либо на полу И уже с согнутыми ногами раскрываетесь вы горизонт Это был первый заход Второй заход это когда вы делаете, например, на полу горизонт И просто, ну буквально типа как-то накатом идете вперед И подпрыгиваете в горизонт, уже там задерживаетесь Это лично мне, ну как-то посложнее Мне кажется и всем оно должно быть достаточно сложно И третий вариант это просто накатом Вы делаете накат вперед и постепенно отрываете ноги от земли Таким образом в принципе изначально и можно учить этот горизонт Следующий пункт, о котором нам стоит поговорить Это как проходит вообще тренировка горизонта Ну изначально вообще для всех уровней сложности Конечно уровни подготовки атлета, которые изучают горизонт Конечно стоит начинать с самих попыток элемента Начинайте с попыток, там максимальное удержание Либо какие-то подводящие элементы Та же планка удержания и так далее После этого, как вы уже сделали хотя бы там пару попыток Переходите к тренировке базы Делаете базу, закачиваете мышцы, которые нужны для исполнения и удержания этого элемента И в конце тренировочки вы делаете растяжечку Именно советую, очень советую делать для горизонта ноги врозь Растяжку на шпагат Сейчас давайте поговорим об упражнениях, которые стоит использовать в тренировке базы То есть делаете попытки, потом вам нужно в любом случае делать какие-то упражнения, чтобы закачивать свою базу Особенно если у вас этой базы пока что не хватает И первый, ну самый простой наверное вариант закачки Это обычные накаты То есть вы делаете, установите свое положение горизонта И накатываете себя, переводите вес своего тела вперед Это поможет закачать мышцы Следующее упражнение тоже хорошее Это отжимания в полузакрытом горизонте То есть это по сути то же самое, что отжимания в горизонте Только вы делаете с согнутыми ногами и отжимаетесь подобным образом Это помогает прокачивать ваши плечи И кстати очень хорошее упражнение, которое я использовал лично, когда я в прошлый раз учил горизонт Либо спичак, либо просто вывод силой в стойку С согнутыми ногами выводите себя силой в стойку И возвращаетесь обратно в стойку Это закачивает ваши плечи, что очень, прям очень хорошо для горизонта И конечно в любом случае нужно сказать, что у некоторых людей горизонт может получаться достаточно сложно Потому что нужно обращать внимание на то, какие у вас мышцы преобладают И по генетике что вам легче дается, либо толкающее движение, либо тянущее То есть мне, например, намного, намного легче идет передний виз Передний виз я банально сделал с первой попытки И там за неделю довел до очень хорошей техники Горизонт я в прошлый раз, когда его тренировал Тренировал более года и сделал 7 секунд И более того, я его сделал, на пару недель закинул тренировки, не делал этот элемент И он у меня полностью слился до нуля То есть, ну, обращайте на это внимание Если у вас не получается по каким-то причинам горизонт, не расстраивайтесь Возможно, вам просто нужно потратить немножко больше времени на изучение этого элемента Этот раз, короче, выпендрился И, кстати, если вам нужен вариант обучалки от Тараса То ссылочка на его канал в описании, там же есть эта обучалочка Ну и, конечно, вот как мой горизонт выглядит в данный момент Да, плохо, не то, что было полтора года назад Но из этого, конечно, мы сделаем вывод Такой, что нужно быть очень аккуратным Горизонт это очень-очень травмоопасный элемент Поэтому максимально разминайтесь Растягивайте свои кисти Повторяюсь максимально, будьте аккуратны Конечно, я свою травму руки сделал не только горизонтом Это была скорее совокупность тренировок И некоторых тренировок без разминочки Я типа думаю, ну, хули разминочки Это чисто горизонтом, ну, попыточку сделаю, да и все Вот, как видите Ну и плюс еще добавилась неправильная отработка ударов на груша То есть я приходил и сразу вовсю улупил грушу Без разминочки так же Короче, глупая голова Вот, в чем дело Поэтому не повторяйте моих ошибок Сейчас я могу вам это донести Ну и в комментариях напишите, пожалуйста В одном из следующих видео на следующей тренировке Что мне учить, какой элемент Либо 360 на махе назад Прямо сделать за одну тренировку Либо гейнер на 180 градусов Напишите в комментариях, что бы вы больше хотели Что вы напишите, то я обязательно и выучу на следующей тренировочке Ну а с вами был я, Алекс Спасибо вам огромнейшее за просмотр Максимального вам прогресса в горизонте Да и не только Дэнер Бодиат Пффф Дэнер Бодиат Дэнер Бодиат Дэнер Бодиат